Привет, с вами Светлана. У меня недавно появилось растение такое, варигатное, белопироны. Оно у меня еще не цвело, но я хочу сегодня этот кустик сформировать. Он сильно вытянулся. Срежу, укореню черенки и сформирую вот пушистый кустик. Желательно было бы его еще перевалить, но я вот смотрела, здесь вот есть корешки, но они еще только два полезли. Думаю, что они еще недостаточно оплели. Весь ком земли, поэтому я сегодня не буду ее переваливать, а только срежу черенки. Черенки я буду срезать. Вот, три штуки. Значит, вот здесь вот. Смотрите, сразу объясню, как нужно срезать. Нужно срезать над листиками, то есть, вот здесь вот, например, над листом, или вот здесь вот над листиками. Но не так вот срезать, чтобы у нас оставалась вот такая вот голая палка. Это будет некрасиво. Поэтому, значит, что я делаю. Я срезаю вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Получился такой компактный кустик. Теперь проснутся почечки и будут вот здесь вот расти новые побеги. И будет кустик еще пышнее. А эти черенки я поставлю в водичку. Взяла вот такую вот бутылочку темного стекла. И сейчас для того, чтобы дождаться нам корешков от них, надо вот, корешки будут появляться не здесь вот на стебельке, а вот в междоузлии. Поэтому чуть-чуть подрезаю стебелек и срезаю вот эти листики. Вот так вот. Один череночек. Вот здесь вот. Второй череночек. И третий. Таким способом можно укоренить черенки белоперроны. Потом раскустить этот кустик, чтобы он был пышнее. Но когда мы срезаем черенки, значит, у нас время цветения отодвигается. То есть этот куст уже цвести пока что не будет. Вот. Возможно, будут цвести вот эти черенки, если они захотят. Ну, мы это посмотрим. Всем пока и до новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова